Всем привет! Меня зовут Татьяна Андреева, и на моем персональном канале я периодически рассказываю что-нибудь интересненькое по поводу исследований. Сегодня хочу рассказать не просто о дизайнах исследований, но о том, как они эволюционируют, как один исследовательский вопрос меняет другой, и какие следующие дизайны приходится использовать исследователям на каждом этапе. У меня был повод познакомиться с исследованиями по одной важной теме. Это запрет выкладки табачных пачек в розничной торговле. В этой теме я увидела, как много разных исследований, разных дизайнов исследований было использовано. И хочу проиллюстрировать этими исследованиями то, как это происходит. Я надеюсь, что это будет интересно тем, кто уже хорошо разбирается в контроле над табаком, но, может быть, еще не очень хорошо знает об исследованиях. А также это может быть интересно тем, кто занимается исследованиями в каких-то других темах, но, глядя со стороны через чужой предмет, иногда можно разобраться в том, какие дизайны уместны в вашем случае. Все эти исследования по поводу выкладки пачек по существу проводились вот в этом очень ограниченном интервале времени с 2008 по нынешний год. То есть в течение 15 лет было проведено значительное количество исследований. Для начала хочу напомнить, что какой бы дизайн мы не использовали, для нас важно, есть ли связь между воздействующим фактором, который в литературе на английском языке называется exposure, и зависимой переменной, результатом, который называется outcome. То есть есть ли вот эта причинно-следственная связь. Воздействующий фактор – это может быть вредный фактор, как вот в данном случае наличие выкладки табачных пачек в местах розничной торговли. Или же это может быть какая-то интервенция, например, законодательство, запрещающее выкладку этих пачек. Но в любом таком исследовании нам нужно помнить о том, что связь может осуществляться через какие-то медиаторы, то есть последующие переменные. Нам нужно участвовать роль так называемых конфаундеров, то есть других переменных, других факторов, которые могут быть альтернативными причинами для нашей зависимой переменной, но они могут быть связанными, коррелирующими с воздействующим фактором. И в этом случае наличие вот таких дополнительных переменных может искажать нашу связь, если мы не контролируем эти факторы. И кроме этого для нас важно, что существуют модификаторы эффекта. Что это такое? Это когда связь между воздействующим фактором exposure и зависимой переменной различается в зависимости от уровня вот этого вот модификатора эффекта. То есть, например, для мужчин и женщин разная связь между фактором и результатом. Или для людей разного возраста. Эти вещи тоже нужно учитывать. Ну, здесь я подготовила несколько примеров, как это может проявляться. Когда мы говорим о факторах-медиаторах, мы фактически говорим о причинно-следственных цепочках. Например, этот же фактор выкладка табачных пачек в местах продаж может задействовать ценовые факторы. То есть, например, законодательство каким-то образом старается влиять на то, чтобы дешевые табачные изделия были недоступны. А именно когда в местах продаж выкладываются табачные пачки, на них могут быть ценники уже с учетом каких-то скидок. И таким образом табак становится дешевле, становится более доступным. Вот здесь вот ценовые факторы воздействуют через выкладки пачек. Или другой пример, модификатор эффекта. Ну, это вы можете увидеть в большом количестве исследований. Здесь только два примера. На людей разного возраста может по-разному влиять этот фактор выкладка пачек. А вот в исследовании в Шотландии, например, где в целом во всей Великобритании запрет выкладки пачек производился поэтапно. Сначала в больших супермаркетах, а затем в мелких магазинчиках. И оказывается, что на людей в разных социальных группах этот фактор оказывает разное воздействие. Если мы говорим о дизайнах исследований, то часто вам будет попадаться информация об иерархии доказательности. И в этой иерархии все дизайны исследований обычно размещены в виде вот таких пирамидок. Внизу наименее доказательные, наверху наиболее доказательные дизайны. Но таких пирамидок может быть очень много. И чуть-чуть они могут отличаться разным количеством вот этих слоев. И что-то будет более подробно, что-то менее подробно. Ну вот здесь, например, в качестве какого-то базового уровня предлагается какие-то недоказательные варианты публикации, какая-то базовая информация, которая может служить источником для гипотез. Далее приводится три уровня так называемых наблюдательных или обсервационных исследований. Далее экспериментальные исследования. И, наконец, наверху уровни критического анализа представленных исследований. Мы будем смотреть на эти дизайны так, как здесь предлагается снизу вверх. И здесь в нижней части предлагается так называемая базовая информация, экспертные мнения. И сюда же могут относиться так называемые качественные исследования, которые часто служат источниками для гипотез. Ну вот здесь в качестве примера приводятся два исследования, которые описали состояние проблемы. Чуть-чуть о самой теме, о самой проблеме выкладки табачных пачек. Дело в том, что за последние несколько десятилетий человечество существенно эволюционировало в направлении контроля над табаком. В большинстве развитых стран были внедрены существенные эффективные меры контроля над табаком. И они существенно сократили распространенность курения в разных странах. Ну и, следовательно, заболевания и смерти, вызванные употреблением табака. Разумеется, табачная индустрия, которая оказывается законодательно ограниченной в продвижении своих изделий, стала искать другие действенные меры для распространения табака и вовлечения новых потребителей. И в какой-то момент стало заметно, что, оказывается, табачная индустрия стала заключать с сетями розничной торговли контракты о том, как должны быть размещены табачные пачки, где они должны находиться. Стала поощрять вот эти сети, контролировать, как они размещают эти табачные пачки рядом с детскими товарами. Вот такие вот качественные исследования указывают на какие-то интересные факторы, по поводу которых далее могут ставиться следующие вопросы. И здесь мы говорим, с одной стороны, об иерархии доказательности в использовании дизайнов исследований, но, с другой стороны, для нас важна хронология, какие дизайны следуют за какими. Я уже упоминала, что вот этих пирамидок иерархии доказательности может быть много разных. Ну вот для каких-то целей я нашла вот такую пирамидку. Здесь, в частности, меня заинтересовало то, что были выделены так называемые дескриптивные исследования или описательные, соответственно. И сюда были отнесены case reports, то есть описание случаев, case series, то есть серии случаев, и экологические исследования. Для чего нам могут быть нужны описательные исследования? Они могут использоваться для того, чтобы посмотреть, как описать. Помните первоначальную схемку? То в любом исследовании в области общественного здоровья у нас обязательно должен присутствовать воздействующий фактор и результирующая переменная. Любое серьезное исследование в области общественного здоровья будет направлено на установление причинно-следственной связи между воздействующим фактором и результирующей переменной. Соответственно, дескриптивные или описательные исследования нам могут быть нужны для того, чтобы разобраться, как описать результат и как описать воздействующий фактор. Но поскольку описание результата зависит от того, о чем идет речь, то, конечно, тема здесь является определяющей. Когда мы говорим о том, как описать результат, используется термин keys definition, то есть что для нас является случаем. Если мы говорим о заболеваниях, то вот это определение случая может касаться возникновения каких-то симптомов или установления диагноза или наступления определенной стадии заболевания. В каждом исследовании должно быть абсолютно четко описано, что понимается под случаем, какое определение случая мы для себя приняли. В нашем случае, когда мы говорим о воздействии выкладки табачных пальчик, то у разных групп населения результат может описываться по-разному. Какие это могут быть группы населения? Это могут быть некурящие подростки, некурящие взрослые, курильщики, для которых важным результатом могут быть, например, спонтанные покупки сигарет или снижение вероятности отказа от курения. Другая группа – это бывшие курильщики, у которых может появляться тяга, может происходить возврат курения. На некурящих подростков, разумеется, направлено максимальное количество исследований в этой области. И результирующие переменные могут быть самыми разными. Ну вот что мне попалось в исследованиях вот этой группы? Такая забавная, вроде бы, результирующая переменная – впечатление, легко ли будет купить сигареты. Спонтанные покупки сигарет у подростков. Знание марок сигарет. Повышение склонности закурить. Начало экспериментирования с сигаретами. Начало ежедневного курения. А далее мы увидим, в каких исследованиях смотрят на ряд этих результирующих переменных в месте. И показывают, что они могут служить этапами в причинно-следственных цепочках. И если мы хотим прогнозировать риск начала ежедневного курения, то показательным будет, например, начало экспериментирования с сигаретами. Но мы не хотим доводить до того, чтобы дети уже начали курить. Прогностической переменной для этого может быть знание марок сигарет. Или ощущение того, что в данном магазине будет легко купить сигареты. И так далее. То есть выстраивается причинно-следственная цепочка. И нам нужно предотвратить возникновение наиболее ранних этапов этой причинно-следственной цепочки. Поэтому исследования направлены на разные вот эти результирующие переменные. Важно, как мы описываем воздействующий фактор. Конкретно в этой теме описывают и все элементы упаковки, цветовую гамму, элементы брендов, вкладыши, размещение в торговой точке, рядом с какими товарами размещают сигареты, на какой высоте, потому что воздействуют на детей. Видно ли с улицы? То есть если человек не зашел в магазин, если он прошел мимо, но увидел сигареты с улицы, это тоже может воздействовать на его поведение. Как привлекают внимание потенциальных покупателей? Используют ли иллюминацию? Размещают ли возле кассира, как последнее напоминание? Ты расплачиваешься? Выбери еще сигареты. Все эти факторы задействует табачная индустрия. А исследователи, проводя дескриптивные исследования, выявляют, что может быть важным, что нужно отслеживать. Здесь пример исследования, проведенного в Шотландии в 2013 году, до того, как был введен запрет на демонстрацию табачных изделий. И исследователи обнаружили, что часто пачки размещаются таким образом, чтобы их было хорошо видно не только внутри торговой точки, но также и с улицы, чтобы до входа в торговую точку потенциальные покупатели уже видели, что можно в этом магазине купить сигареты. И сигареты обычно размещались в непосредственной близости рядом с детскими товарами, например, со сладостями, конфетами, игрушками и так далее. Мы говорили здесь о случаях, когда мы наблюдаем одну торговую точку. Можно считать, что это кейс-репорт. Если мы наблюдаем какую-то торговую сеть, то это можно считать кейс-серейс. Ну вот сюда же относят экологические исследования. Что это такое? Это не исследования, которые проводятся в области экологии. Это исследования, которые касаются каких-то больших групп населения. И у этих групп населения есть какие-то агрегированные характеристики. Вот здесь я привела два примера исследований, которые можно рассматривать как экологические. Первое – это исследования четырех стран. До того, как к ним присоединилось еще несколько десятков других стран, в этом исследовании – это ITC Project, International Tobacco Control Policy Evaluation Project. Вообще-то это когортное исследование, в котором многократно опрашиваются когорты курильщиков и некурящих по мере того, как в какой-то стране вводятся меры контроля над табаком. На начальном этапе в этом исследовании принимали участие четыре страны – Канада, США, Австралия и Великобритания. И если мы сравниваем Канаду и Австралию, где был уже введен запрет на выкладку табачных пачек, и с другой стороны США и Великобританию, где на тот момент запрет еще не был введен, то если мы принимаем во внимание какой-то усредненный интегративный показатель по всем людям, которые участвовали в исследовании в данной стране, то мы можем сравнивать, отличаются ли показатели там, где фактор действует, и там, где он не действует. Аналогично второе исследование касается канадских провинций. То здесь единицей наблюдения были провинции. Опять-таки сразу много людей. Поскольку в канадских провинциях вводился запрет не одновременно, то можно было сравнивать, отличается ли поведение курильщиков или некурящих, вот всех тех групп населения, в зависимости от того, какое законодательство в данный момент действует в данной провинции. Это экологические исследования. Мы пока находимся вот здесь. Это как бы конец дескриптивной эпидемиологии, которая описывает факторы и дает гипотезы, которые далее проверяются в аналитических исследованиях. Если в экологических исследованиях мы рассматривали большие группы людей, сразу целую страну или целую провинцию, или классы, университеты, то далее нас интересует уже посмотреть на индивидуальные данные. И это делается с помощью исследований, которые называются cross-sectional. По-русски это либо поперечные, либо кросс-секционные исследования. Что это такое? Составляется опросник, в который включаются вопросы, касающиеся всех факторов, которые нас интересуют, и всех результирующих переменных, которые нас интересуют. Мы также помним о том, что могут быть конфаундеры, то есть альтернативные причины для интересующего нас результата. Для этих потенциальных конфаундеров нам тоже нужно включить вопросы. Нам также нужно помнить о том, что могут быть модификаторы эффекта. И мы тоже включаем вопросы для таких переменных. Мы помним о потенциальных медиаторах и их тоже включаем для того, чтобы это все впоследствии можно было проанализировать. Получаем массив данных, которые можем анализировать и получать какой-то результат, который нас интересует. Здесь два примера исследований, касающихся не курящих подростков. Разумеется, поскольку хочется предотвратить начало курения среди подростков, то именно на них направлено максимальное количество исследований. Что здесь получается? В качестве воздействующего фактора мы оцениваем, что подростки отвечают, видели ли они табачные пачки в местах продаж. Как это можно оценивать? Какие помнят бренды? Просто видели, не видели? Зависимые переменные. Начал ли человек курить? Начал ли экспериментировать с курением? Является ли он чувствительным к началу курения? Вот этот показатель очень широко используется в разных исследованиях, проводимых с подростками в отношении возможного начала курения. Подростков спрашивают, как они считают, будут ли они курить через год, будут ли они курить через пять лет. И в большом количестве исследований было показано, что это действительно наилучший прогностический признак для того, чтобы оценить риск реального начала курения. Это, конечно, гораздо лучше, чем экологические исследования, где сразу большие группы людей оценили, на которых могли действовать самые разные факторы. Но какие ограничения есть в этих исследованиях? Поскольку вся информация собирается с помощью анкеты одновременно, то всегда можно сказать, что обращали внимание на сигареты те, которые уже являются курильщиками или которые уже собирались начать курить. То есть мы не знаем, что является причиной, что следствием, потому что все собрано в одно и то же время. Разумеется, возникают, когда мы находим ассоциации между фактором и результирующей переменной вот в таких исследованиях, вопросах, то нам нужно двигаться дальше, задавать следующие исследовательские вопросы. Кроме одномоментных исследований есть повторяемые repeated cross-sectional studies. Что это такое? Это не опросы одних и тех же людей. Это выборки из той же самой популяции. То есть, например, если в одном году опросили подростков от 11 до 16 лет, как вот в этом исследовании, то через несколько лет опять сделали выборку из группы подростков от 11 до 16 лет. Это уже другие люди, но их опрашивают с помощью той же самой анкеты, собирают точно такие же данные и сравнивают. В большинстве вот этих повторяющихся поперечных исследований проводят сравнение между ситуацией до введения какой-то меры и после введения. И вот вы здесь видите, что были обнаружены существенные статистически значимые изменения между показателями до и после введенного запрета выкладки пачек. И исследования такие проводились и с некурящими подростками, и в отношении курильщиков. И все эти исследования были очень обнадеживающими. Где мы видим эти исследования? Вот это вот все, пока мы говорили о cross-sectional studies. То есть это наиболее элементарный тип аналитических исследований. Следующий тип, более надежный, это case-control studies. Но вот, как вы видите, у меня здесь нет никаких примеров. Почему case-control studies или исследования случаев контроль хороши, когда исследования концентрируются вокруг результата? Например, нас интересуют случаи возникновения какого-то заболевания, и нам хочется установить причины, установить те факторы, которые могли повлиять на возникновение этого заболевания. Тогда что мы делаем? Мы берем людей, которые заболели, и набираем группу сопоставимых по каким-то характеристикам людей, которые не заболели. У тех и у других собираем подробную информацию о тех факторах, которые мы подозреваем как причины, анализируем все это, и какие-то наши гипотезы могут быть отвергнуты, какие-то кажутся подтвержденными или требующими последующего внимания и более тщательных исследований. Поскольку в данном случае у нас речь идет о воздействующем факторе, а не о результате, то исследования случаев контроль здесь не представляются уместными и эффективными. Следующий тип исследований внутри аналитической эпидемиологии это когортные исследования. Вот здесь они. Когортные исследования, как вы видите, могли проводиться с разными группами, в которых мы заинтересованы. Вы помните, что вначале мы говорили о том, что разные характеристики могут собираться для некурящих, для курильщиков, для молодых, для взрослых и так далее. В чем суть когортных исследований? Мы берем одних и тех же людей. Вы помните, что повторяющихся поперечных исследований repeated cross-sectional мы брали одинаковые группы, но разных людей и сравнивали вначале и потом. В когортных исследованиях это должен быть обязательно один и тот же человек, в отношении которого мы собираем информацию несколько раз. Это может быть одна и та же информация, но может быть и разная информация. И как вы помните, если вначале мы с вами обсуждали, что, например, для некурящих подростков как бы конечной точкой вот этой причинно-следственной цепочки является начнет или не начнет этот подросток курить, то на более раннем этапе для нас важно замечает ли он табачные пачки, считает ли он, что в данном магазине легко будет купить сигареты и так далее. И вот как раз в когортных исследованиях может устанавливаться, какая характеристика, собранная в начале, может через несколько лет прогнозировать появление какого-то другого вида поведения. И вот давайте посмотрим, что получилось вот в этих конкретно исследованиях. Первое исследование было направлено на молодых некурящих и было выяснено, что если люди замечают в местах продаж выкладки пачек, то это может быть статистически значимо связано с тем, что позднее в следующих измерениях они становятся более чувствительными к началу курения. А если они опознавали большее количество табачных брендов, то это повышало риск начала курения. Во втором исследовании, которое касалось курильщиков, исследование проводилось в Австралии и обращали внимание на то, что курильщики более чувствительные к выкладкам табачных пачек с меньшей вероятностью отказывались от курения в конце исследования. А среди бывших курильщиков в Канаде третье исследование было обнаружено, что они с большей вероятностью возвращались к курению, если не было запрета выкладок пачек. Мы говорили здесь о когортах. Вы видите, что в данной классификации обращается внимание, что есть ретроспективные и проспективные когорты. В чем разница? В данном случае мы везде говорим о проспективных когортах, но иногда при изучении каких-то проблем, связанных со здоровьем, используются и ретроспективные когорты. Это может быть, если в отношении какой-то большой группы людей достаточно подробно по какому-то другому поводу собиралась информация, эта информация вся уже собрана. Ну, например, если работники какого-то промышленного предприятия, где присутствует некоторая вредность, достаточно подробно ежегодно или с каким-то другим интервалом обследовались, у них собирались разные анализы, собирались данные об условиях их работы, а потом вдруг оказалось, что среди работников этого предприятия обнаружились случаи каких-то заболеваний, и мы можем, используя вот эту ранее собранную без учета вот этого интереса, без учета этого исследовательского вопроса, информацию использовать для того, чтобы это все проанализировать и понять, есть ли связь зафиксированных факторов с тем результатом, который нас интересует. После когортных исследований выше здесь нам всего одной клеточкой показаны рандомизированные клинические испытания, но на самом деле здесь нужно сказать, что это экспериментальные исследования и их тоже много разных, существуют разные классификации, но вот в той иерархии, на которую мы с вами уже смотрели, вы видите, что вот здесь в качестве экспериментальных исследований приводятся не рандомизированные контролируемые испытания и рандомизированные контролируемые испытания, но это тоже еще не все. Более подробной является вот, например, такая классификация, хотя она тоже еще не совсем подробная, существует более подробной классификации. Давайте посмотрим, что мы здесь видим и вспомним, что мы уже обсуждали. Вы видите, что все дизайны исследований можно разделить на дескриптивные и аналитические. Помним, что сюда не вошли качественные исследования, о которых мы говорили в начале, дескриптивные исследования, как вы помните, мы смотрели, что они могут быть и кейс сервис и surveillance data, descriptive analysis, дескриптивный или описательный анализ рутинно собранных данных. Но вот в чем здесь разница? Вот те опросы, которые мы с вами обсуждали, как аналитические, здесь они приводятся среди дескриптивных, если они использованы для того, чтобы оценить распространенность какого-то заболевания или какого-то фактора. То есть это дизайн, который находится на границе в зависимости от того, какие задачи мы решаем с его применением. Другая большая группа это аналитические исследования. Все эти аналитические исследования можно разделить на неэкспериментальные или обсервационные, которые мы до сих пор обсуждали. Здесь мы видим когортные, которые обсудили, исследование случаев контроль, cross-sectional, экологические, видите, здесь уже относятся к аналитическим, а не к дескриптивным, разные классификации, по-разному это рассматривают, и разные гибридные дизайны. Это неэкспериментальные. Экспериментальные и квазиэкспериментальные. Что можно считать квазиэкспериментальным? Мы с вами обсудили, что есть такие repeated cross-sectional studies, то есть повторяемые одномоментные исследования. Условно можно считать, что как бы это как бы одна и та же популяция. Вот эта популяция жила, были выкладки пачек, потом запретили. Это как бы экспериментальное воздействие. та же самая популяция живет уже без выкладок пачек. Это будет квазиэкспериментальный дизайн. И большая группа экспериментальные исследования. То есть, чем экспериментальные исследования отличаются от неэкспериментальных, тем, что исследователь может манипулировать тем фактором, воздействие которого изучается. Если исследование неэкспериментальное, то мы просто наблюдаем за тем, что произошло. И почему мы повторные опросы отнесли вот сюда к квазиэкспериментальным, потому что в стране произошли какие-то изменения. Или в провинции, или в отдельном городе, в отдельных городах тоже бывают вводятся такие запреты. И мы смотрим на результат. Итак, все экспериментальные исследования делят на неконтролируемые и контролируемые. Что это означает? Есть у нас контрольная группа или ее нет? Если в отношении всех произошло воздействие, то есть вот все были, потом во всей стране что-то запретили, то вроде как вот теперь все живут в условиях другого фактора. Это вот будет неконтролируемая ситуация. Если у нас есть сопоставимые группы людей, на одну группу подействовал какой-то фактор, какая-то интервенция, а на другую группу не подействовал этот фактор, то это будет контролируемое испытание. И далее вот эти контролируемые испытания могут тоже делиться на группы. Вот эти контролируемые испытания, и их предлагается делить на рандомизированные, нерандомизированные и квазирандомизированные исследования. Рандомизированные исследования это лучший вариант, потому что случайным образом люди распределяются в те группы, на которые воздействует или не воздействует изучаемый фактор. Почему это хорошо? Потому что случайным образом распределяя людей, мы минимизируем воздействие всех остальных факторов, которые тоже могут влиять на результат. Если мы распределяем людей в зависимости от какой-то их характеристики и можно прогнозировать, кто попадет в какую группу, то это будет квазирандомизированное исследование. Ну и если мы, например, распределяем людей группами, вот в этом городе мы провели интервенцию, а в этом городе не провели, это у нас контрольная группа, тогда это будет нерандомизированное исследование. Существуют и другие более подробные классификации экспериментальных исследований, но давайте посмотрим, как же происходила эволюция исследований, которые происходили конкретно вот в этой теме, связанной с запретом выкладок табачных пачек. Вот здесь я попробовала резюмировать, какие дизайны исследования использовались, что было достигнуто с помощью этих дизайнов и какие оставались недостатки, которые заставляли двигаться дальше. Как мы помним, сначала были проведены качественные исследования и дескриптивные исследования, которые указали на то, что индустрия действительно продолжает использовать разнообразные методы, чтобы продвигать свой товар. и выкладки пачек являются одним из таких эффективных методов. Но можно сказать, ну хорошо, вы видите, что тут мы выкладываем пачки, но мы их раньше выкладывали, нет никаких доказательств, что это действует, вы нам докажите. Стали проводить одномоментные исследования, то, что по-английски называется cross-sectional service. и они быстрее, они экономнее. Стали проводиться когортные исследования, которые требуют больше времени. Удалось показать, что есть статистически значимая связь между присутствием этих выкладок пачек и неблагоприятными результатами у некурящих, у курильщиков, у бывших курильщиков, у молодых, у взрослых и так далее. Но если это одномоментное исследование, возникает вопрос, что причина, что следствие. Это доказать нельзя. Причина-следственную связь в одномоментных исследованиях, у когортных исследований, хотя показано, что вот это было сначала, а это потом, эти исследования требуют времени, они дорогие, трудно собирать такой материал. кроме этого, всегда можно сказать, между первым опросом и последним опросом прошло столько-то лет, где у вас доказательства, что на этих людей не подействовали другие факторы, которые вы не отследили. Далее на основе вот этих результатов удалось уже показать, что выкладка пачек может быть этим вредным фактором, который влияет на начало курения среди подростков, на затруднение отказа от курения среди курильщиков, на возврат к курению среди бывших курильщиков. И в некоторых наиболее развитых, наиболее продвинутых странах удалось ввести законодательные запреты демонстрации табачных пачек. После этого в этих странах были проведены повторные одномоментные опросы, repeated cross-sectional напоминаю, и они показали запрет работает. Запрет работает. Но мы помним, что повторяемые одномоментные исследования это исследования разных людей. И в результате здесь нельзя учитывать индивидуальные факторы. Это недостаток, это ограничение такого рода исследований. Снова возникает вопрос, что же делать с этим? нужны рандомизируемые, контролируемые испытания, которые являются золотым стандартом проведения любых исследований в любых сферах. Там, где это возможно, конечно. Возможно ли это в данной теме? Хочу показать вам еще две очень интересные группы исследований, которые являются выходом вот из этих всех ограничений, о которых идет речь. Были проведены рандомизированные исследования с использованием фотографий магазинов, торговых точек. Это быстрый результат. То есть рандомизация возможно подростков можно случайным образом распределить в две три группы, где будут задействованы разные факторы. Наличие выкладки, отсутствие выкладки, еще какие-то характеристики. И можно далее спрашивать, можно ли в этом магазине купить сигареты, легко ли в этом магазине купить сигареты, собираетесь ли вы купить сигареты, будете ли вы курить через несколько лет. Но здесь есть несколько ограничений. Во-первых, мы можем подталкивать своими вопросами подростков к каким-то ответам. Это не всегда безопасно. Кроме этого, подростки могут давать нам те ответы, которые они считают социально одобряемыми, и это может не иметь отношения к их реальным мыслям, отношению и будущему поведению. И еще более интересной в нижней строчке это исследование так называемых виртуальных магазинов, где можно непосредственно наблюдать за поведением подростков. Ну и давайте посмотрим примеры вот этих двух групп исследований. Группа исследований с фотографиями интенсивно использовалась исследователями в Австралии, которые очень продвинуты в разных мерах контроля над табаком, и подросткам показывали фотографии вот этих разных магазинов. Они увидели, что будет различаться воспринимаемая, да, субъективно ощущаемая простота покупки сигарет в данном магазине. И если в магазине фотографии которого предъявлялись были выкладки пачек, то подростки с большей вероятностью могли воспроизвести, какие бренды там продавались. И более поздняя группа исследований, их на самом деле немножко больше опубликовано. Здесь я привела только два примера. В 2013 году в отношении подростков было опубликовано исследование и было исследование в 2016 году опубликовано в отношении взрослых курильщиков или тех, кто недавно отказался от курений. Как проводятся эти исследования? Все слышали о виртуальной реальности, о расширенной реальности и так далее. И вот в очках виртуальной реальности взрослые курильщики, недавно отказавшиеся от курений или подростки видят магазин, торговую точку и можно использовать разные характеристики этого магазина. Там могут быть табачные пачки, может не быть табачных пачек, может быть реклама табака, может не быть этой рекламы. Могут появляться факторы с разными другими вариантами того, что может касаться продвижения табачных изделий в местах продаж. И с помощью вот этих исследований удается увидеть непосредственно, не задавая вопросы, а наблюдая поведение этих людей. Что они будут делать? Будут ли они пытаться приобрести что-то? Понятно, что там должно быть много других возможностей поведения для того, чтобы не концентрировать внимание именно на табаке. Вот такие относительно недавние исследования были проведены и это вот уже действительно рандомизируемые, контролируемые испытания воздействия фактора, касающегося выкладки табачных пачек, как и других факторов, которые могут присутствовать в местах продаж. Что дальше? С вас подписка, лайки, вопросы, комментарии и ссылка на список использованной литературы будет в описании. Буду ждать ваших реакций. Всем успехов в исследованиях и в сохранении здоровья населения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!